И ребят, всем привет, с вами Брис. Этот ролик, по идее, должен выйти в последний день весны, так что я надеюсь, вы подготовились к лету, потому что, честно говоря, судя по всему, моя погода не подготовилась к лету, у нас вечно дожди, но это не важно, потому что я уверена, что скоро все равно будет солнышко. И прежде чем мы начнем говорить о теме ролика, я хочу сказать, что на фоне у меня коллапс прекрасной художницы Микули, ее ВК вы найдете в описании, она сделала, в общем-то, скетч и лайн, и это чуть-чуть попало на запись, так что я надеюсь, вы не против посмотреть, а я, в общем-то, раскрасила картинку, потому что, ну, знаете, мне хотелось чего-то летнего, солнечного, прекрасного, и вот оно, спасибо ей большое за то, что она согласилась. Ну, а теперь мы переходим, в общем-то, к самой теме ролика. Честно говоря, про родителей я говорю не то чтобы очень часто, но по большей части это всегда одна и та же тема, это отношение моей семьи к работе, и мне бы, честно говоря, очень хотелось никогда вообще не делать такие ролики, но дело в том, что отношение моих родителей, оно просто как маятник, оно качается из стороны в сторону. Сегодня они думают одно, а завтра ты прокололся, и они думают уже другое. И у меня есть, по-моему, один ролик на этот счет, я уже, честно говоря, просто не помню, сколько их. В любом случае, я думаю, прошло достаточно времени, чтобы сделать новый. Итак, когда я только хотела стать художницей, именно только вот начала интересоваться рисованием, моя мама в целом была не против, потому что я тогда еще училась в школе. Ей на самом деле было без разницы, и я буду говорить, естественно, только про маму, просто потому что моему отцу по большей части без разницы вообще, чем я занимаюсь. Не в плохом смысле, просто если это мне приносит удовольствие и деньги, или хотя бы что-то из этого, ему, да, ему просто без разницы. Все бати, наверное, такие, ну ладно. А мама навсегда переживала, что я останусь бомжом, буду дворником, и вообще, возможно, умру с голоду, как только начну свою самостоятельную жизнь. В любом случае, еще в школе она меня поддерживала в этом плане, потому что я была типа, в кавычках, активисткой. Но в том плане, что все плакаты, которые нужно было рисовать для школы, рисовала я, и периодически обменивала эти плакаты у учителей на хорошие отметки. Ну, по идее, это звучит исключительно как плюсы, разве нет? Ну, а затем школа закончилась, и не то чтобы что-то изменилось в моей жизни. На самом деле, я тогда очень плохо рисовала, и я это делала очень мало, просто мне это нравилось, и никак иначе, как хобби, это не назовешь. И тогда я как раз завела свой паблик, и не буду повторяться, маме тоже было по большей части без разницы, потому что тогда я не училась, но не из-за рисования. Я проводила все свое время в играх, и было глупо злиться на рисование, я и им-то не интересовалась. Но затем, когда этот период вновь прошел, я решила, что хочу сделать рисование своей карьерой. И вот с этого момента начинается отсчет. Начнем с того, что это было начало самостоятельной жизни, я вышла на свою первую работу, начала жить одна, и я взялась плотно за рисование. Не спала там как-то, после работы приходила, старалась развивать соцсети, и заняла это приличное время. Я бы даже сказала, это заняло года два, чтобы набрать хотя бы минимальную аудиторию и хоть немного развить свой скилл. В этот период мама не очень сильно поддерживала мое стремление. Ей нравилось, что я настолько упорно что-то делаю, но ей не нравилось, что я выбрала что-то настолько сильно бесполезное в жизни. Конечно же, ей хотелось, чтобы я пошла учиться на юриста. Она не одобряла мой выбор. Тогда я училась на переводчика, потому что английский это было единственное, что я хорошо хотя бы на тот момент знала. Сейчас из-за того, что я не учу английский. Он немножко, естественно, у меня упал, но не важно. Важно то, что она в целом не одобряла ни одну из профессий, которую я выбрала, а она хотела, чтобы я была юристом. Юристом я не хотела быть, потому что это затрагивало те предметы, которые я даже не учу. Мне они просто были настолько неинтересны, что я никогда не запоминала по ним информацию. А в художку меня не отправляли по причине того, что это очень дорого. И семья у нас, естественно, не богатая, и позволить себе художку мы не могли. Поэтому я училась самостоятельно. И ей это очень-очень все не нравилось, и она очень сильно на меня злилась, что я просираю свою жизнь таким тупым образом. И тогда мне пришло в голову идея как раз-таки попробовать себя на ютубе, создать канал. И это тоже было такой себе идеей, потому что когда я его создала вместе с Перпин, точнее изначально создала исключительно свой, а потом мы уже с ней вместе, но как бы неважно, это все равно происходит в период одного года, скажем так. И я рассказала маме, что вот, возможно, это если я еще немножко подружусь, это могло бы стать моей работой. Естественно, такой вариант со словами «возможно» ее не очень сильно устроил, потому что, ну камон. И здесь я ее понимаю, это было очень рискованно, это как пойти в казино и поставить все свои деньги на то, чтобы, возможно, ты когда-то будешь жить хорошо, либо ты уйдешь сейчас оттуда без денег. И на самом деле так и произошло. Прошло очень много времени, прежде чем канал, хоть какой-то из этих всех, начал набирать популярность. И все это время я работала и рисовала. Потом я уже ушла с работы. Как только канал хоть немного начал расти, то есть я полностью бросила ее, начала жить на чужие счеты. Да, это очень плохая идея, но я хотела уделять больше времени рисованию. Я хотела с идеей 24 на 7 перерабатывать, и так и произошло. Но получилось, что все-таки с Ютубом все прокатило, и это стало моей основной работой. То есть я все еще, конечно, не привыкла, и мне не сильно очень нравится это слово. Но да, получается, я блогер. Хотя, честно, слово так себе. В любом случае, да, мне больше нравится называть себя художником, потому что я все-таки рисую по большей части, чем что-то рассказываю. И маму это обрадовало. Обрадовало наличие первых денег и все такое. Но ей теперь уже не нравилось, что для того, чтобы зарабатывать столько денег, то есть какую-то определенную сумму, мне нужно работать 24 на 7. Это была фриланс-работа без выходных. И ее очевидный плюс это то, что ты встаешь, когда хочешь, ложишься спать, когда хочешь. Но это не от меня этого факта, что у тебя есть работа. И если ты ее неправильно распределишь за неделю, то ты будешь работать постоянно. И, естественно, тогда был период, когда я не умела распределять работу, и я работала просто постоянно. Сейчас я уже более-менее с этим свыклась, и у меня есть там, если не полноценный выходной день, то хотя бы в течение дня у меня есть время на отдохнуть. И затем началась вся эта ситуация, когда Ютуб перестал выплачивать блогерам деньги, а именно он просто порезал доход. То есть деньги, они все-таки как бы есть, но это, наверное, 80% дохода, они просто перекрыли это, естественно, очень много. И моя мама вновь переобулась, естественно, теперь уже ей не нравится моя работа, потому что это было нестабильно, это плохо, денег у тебя нет, теперь ты опять будешь ничего не делать. И все такое. Теперь она уже злилась и предлагала выйти на работу, но, естественно, прошло всего пару месяцев, я не сдаюсь, я пытаюсь держаться за этот Ютуб как могу, потому что, честно говоря, лучше и интереснее пока что ничего в моей жизни не было, поэтому я просто не хочу бросать это. И на данный момент она скорее расстроена. Расстроена тем, что я работаю ровно столько же, сколько работала, но денег теперь просто в три раза меньше, и, в общем-то, ситуация, типа, сейчас не самая лучшая, и ее это очень сильно расстраивает. Я уже не знаю, когда она начнет думать по-другому, но в любом случае, по крайней мере, она меня уже не ругает за мой выбор, а просто поддерживает хотя бы морально, и не ругается, типа, что вот, ты там такая плохая, могла бы пойти юристом, была бы сейчас стабильная работа, но я не думаю, что она права в этом случае. И как-то так. Знаете, я надеюсь, что после всего вот этого, когда все закончится, я смогу сделать еще один ролик и рассказать на самом деле, что в этот раз у меня все хорошо, но пока что есть-то есть. Как ваши родители относятся к вашему увлечению? Расскажите, пожалуйста, кто сталкивался с похожим, потому что, возможно, есть какие-то советы. У меня мама довольно погибающая, но иногда у нее бывают эмоциональные качели, это абсолютно нормально, я привыкла, все. Окей, я на нее за это не обижаюсь. Ну и, конечно же, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите на мои стримы, подписывайтесь на ВК, на Инст, в общем-то, всех люблю, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok